Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Здравствуйте, зрители моего канала! Здравствуйте, наши близнецы! Молодцы! Сейчас будет общий торопрогноз для наших близнецов на сентябрь этого года. Спасибо вам за ваши лайки, комментарии и за подписку, конечно же. Благодарю! А сейчас у нас близнецы. Общий прогноз на сентябрь. Что же карты подскажут нашим близнецам? Ой, прямо вот вылетела карта. Так, знаете, это у нас девяточка. Девяточка жезлов. Когда может быть момент, такая ситуация, при которой нужно будет отстаивать свои какие-то границы, я не знаю, цели, идеи, всё что угодно, своё. И нужно обязательно учитывать прошлый опыт, ошибок прошлых. Поэтому, если будет у вас такая ситуация, вот, подобная, то обязательно учитывайте опыт прошлых ошибок. Может быть такое, что в отношении, вдруг у вас, знаете, наступит такой момент, когда, ой, что-то не так, что-то не то. Дайте себе и партнёру время обязательно. Если вот вам нужно будет отстаивать свою позицию, то, пожалуйста, у кого вспыльчивый характер, держите себя в руках. Не нужно вступать в какой-то, знаете, такой открытый конфликт. Нужно действовать осторожно, учитывать неприятный опыт и защищаться и отстаивать себя. Не бойтесь отстаивать себя, свои границы, свои позиции. Так, близнецы. Дальше. Аркан из этой колоды для наших близнецов. Что-то мне захотелось в другую. Финансовый кризис может означать, эта карта пятёрочка Пентакли, может означать, когда, кстати, здесь может дело касаться каких-то финансов, каких-то споров, может быть, даже оплаты каких-то штрафов, оплаты каких-то ещё, может быть, как это, подождите, правильно, когда кредитные средства какие-то, какие-то, может, пеня какая-то, может быть, такое. Ещё карта, конечно же, может означать, что вы, например, купили то, что вот купили что-то, а потом не хватает денег, немножечко не подрасчитали. Обязательно следите за тем, где вы паркуете машину и любого рода такие вот действия, которые могут быть связаны со штрафами. Конечно же, ко всем финансовым операциям относитесь внимательно и не забывайте, вот, отстаивать свои интересы. Карта может ещё означать небольшое такое недомогание, когда приболели. Поэтому будьте внимательны, будет меняться погода, чтобы не простудиться, например. Вот так вот. Так, следующие близнецы. Ну, тут я уже вижу опять жезлы, всё налаживается. Это четвёрочка жезлов. Это стабильность, это праздник, это свадьба, это сбор урожая в прямом переносном смысле. Это, да, получение какого-то результата уже стабильного, прибыли. Это праздник, как я уже говорила, свадьба, может быть, тоже. Хорошие отношения, семьи, и то же самое касается в коллективе. Может быть, какой-то праздник отмечать в коллективе будете, или дома. В общем, окончание такое, что-то промежуточное, чего-то хорошего, стабильного, и получение какого-то уже результата. Так, близнецы. Сентябрь. Тяжёлая ноша, карточка, карта десятка жезлов. У вас одни жезлы. Месяц начинается, знаете, так, с действий. Нужно будет действовать. Я смотрю, у вас тут какие-то, вот тут что-то отстаивать. Здесь, конечно, небольшой кризис, или приболели, или штраф, что-то такое. Дальше идёт опять жезлы, то есть получение прибыли, действия, в любом случае. И вот, пожалуйста, возможно, тяжёлая ноша, может быть, что-то у вас закончится, какой-то период работы, чего-то, над чем вы трудились, я не знаю, месяц, два, год. Даже до банального ремонта в квартире. Вам будет тяжело, но вы закончите. карта советует обязательно, если есть такая возможность, получить помощь от других и распределить задачи, то ли это дома, то ли это на работе, потому что такая усердная работа может плохо сказаться на вашем здоровье. Немножко передохните, может быть, попросите помощи у кого-то. много ответственности, много планов у вас показывают эти карты. То есть вот, может быть, кто-то получил прибыль, вот какой-то вот первую результат и решил идти дальше и запланировал себе много-много всяких задач и план работы. Следующий аркан из другой колоды, колесо года для наших близнецов. Ой! Так, сентябрь, близнецы. Так, императрица, да, ну, замечательный аркан. Аркан, конечно же, плодородия, комфорта, комфорта, потом какой-то гармонии, карта материнства. Может быть, кто-то будет беременны, узнает новость или родит в этом месяце. Карта, в любом случае, прибыли, красоты. Может, кто-то будет здесь девушек или не только девушек заниматься своей внешностью, какими-то процедурами. карта прибыли. Конечно же, это карта плодородия. Значит, прибыль возможна. То есть, может быть, кто-то не зря постарается поработать и получит в этом месяце прибыль хорошую. следующий аркан для наших лестницов на сентябрь. Так, это у нас девяточка, чаш, замечательный аркан такого самолюбия, да, когда вы достигнете того, чего желали, исполнение желания, праздник, когда захотите себя побаловать после того, как достигли цели, которую хотели. когда вы будете довольны собой. Кошка пришла моя. Когда будете довольны собой, когда вас всё будет устраивать, может быть, кто-то захочет себя побаловать, то есть, куда-то пойти, что-то купить, что-то сделать, приятное для себя. Также может означать ещё, что человек не хочет ничего менять, его всё устраивает. Для незамужних девушек эта карта может означать предложение руки и сердца, кстати, тоже. Пришла кошечка, да, близнецам. Садись, садись. Моя чёрная кошка, ну, начинает бодаться. всё, улялась, улялась, очень хорошо. Так, близнецы, следующий аркан для вас на сентябрь. Вы же у нас близнецы, молодцы, правильно? Так, и тут у нас троечка, час, замечательный аркан, карта такого, знаете, желания отдохнуть, когда уже вот хочется отдохнуть, прям не втерпёж, хочется, может быть, в отпуск. Кто работает, пожалуйста, да терпите до отпуска, а кто не в отпуске, пожалуйста, будьте внимательны к делам, чтобы не получилось, что ваше желание вот отдохнуть вот так вот может сказаться. Возможно, встреча с друзьями, просто какие-то посиделки. Ну, и одно из самых интересных, да, бусинка смотрит на меня внимательно, одно из самых интересных значений этого аркана это новость о долгожданной беременности, о желательной беременности. Может быть, кто-то это будет и праздновать. Так, следующий аркан для наших близнецов. На сентябрь. Император, ну, это может означать встречу с мужчиной, который занимает высокое социальное положение. Это может быть, кстати, и отец, и брат, и начальник, и кто-то, кто вот, такой, знаете, справедливый мужчина, который деловой лидер, умеет решать, к нему, может быть, если даже обратиться, он может и помочь, но по справедливости, допустим, как. Может быть, вы будете таким, знаете, лидером, деловым человеком в этом месяце, когда вам нужно будет что-то контролировать, принимать решение, может быть, даже кому-то и помочь, может быть, к вам кто-то обратится за помощью. Такое тоже возможно. Вот кошка, конечно же, легла вот так вот. Видно? Не видно, наверное. Ну, я уже привыкла к таким поворотам и мурчит. Хорошо, что тихо, бусинку, да, бусинку, не вкладываю. Следующая колода для наших близнецов. А что такое? Перекручивается прям фигурные карты попадаются. Второй провидцер для наших близнецов на сентябрь месяц. Меня тут мурчат, животики показывают. Бусинка. Мурчит. Не знаю, слышно, не слышно. Итак, близнецы. Немножко отвлеклась, но тут невозможно не отвлекся. Так, сентябрь, близнецы. Что это у нас? Это у нас десяточка пентаклей. Ну, замечательный аркан. Эта карта, конечно же, прибыли, крепкая семья, стабильный доход, хорошая финансовом отношении стабильность. Если будут какие-то сделки, обращайте внимание на долгосрочные проекты, которые смогут и в последующем, так сказать, кормить вашу семью. Карта может говорить о встрече за семейным столом, о получении наследства и даже о предложении руки и сердца в быстром браке. то есть вот такой вот аркан интересный. Следующий аркан плесницы для вас из этой колоды на сентябрь месяц. Пятерочка пентаклей. Кстати, она же у нас тут была, по-моему, в начале. Некоторые товарищи, да, была, я не ошиблась. Повторение, смотрите, тоже финансовый кризис может быть небольшой, а может быть просто какая-то вот приболелье, меланхолия. Ну и не забываем о штрафах, о санкциях, то есть внимательно за этим всем следим и желательно не делать необдуманных покупок, а то потом можете об этом и пожалеть. Поэтому будьте внимательны, рассчитывайте свои финансы правильно. Может быть, я не знаю, кто-то наследство получит и решит его потратить немножко или получит какую-то большую прибыль и резко что-то купит вот такое необдуманное дорогое. Будьте внимательны, чтобы потом не пожалеть, не тратьте деньги необдуманно. Следующий аркан для наших близнецов. Четверочка мечей. Вынужденная пауза. Может быть, да, у кого-то даже кто-то приболеет или расстроится меланхолия. И нужно отдохнуть. Четверочка мечей говорит о вынужденной паузе, когда нужно перезагрузиться эмоционально и физически отдохнуть. Если у кого-то есть какая-то ситуация, которую нужно решить, то как раз вы можете отдохнуть и подумать. И обязательно слушайтесь только себя. Не нужно слушаться советы. Отдохните, подумайте, остановитесь, успокойтесь, и вы решите какую-то задачу, если таковую нужно решить. Еще близнецы для вас, Аркан. Какой-то такой месяц может быть переменчивым. То одно, то другое. Ну, какие-то качели возможны. Ну, там ее такое мнение. Десяточка мечей. Смотрите, как раз продолжение к вот этому всему может быть вот эта ситуация связанная с семьей. Кстати, вот у нас здесь семья. Да, вроде все благополучно, но какой-то наступает кризис. То, что я говорила, например, может быть, пауза вынуждена, чтобы решить ситуацию. И конец. Конец чего-то плохого. То есть, тут хорошо, что идет окончание. Это логическое окончание. К этому все и шло. Что-то плохое закончится. Все что угодно. Не знаю, плохие деструктивные отношения, плохая, я не знаю, там работа, болезнь какая-то, может быть, у кого-то. Закончится что-то плохое. Конец этого периода. Плохого. Моя одна карта осталась. Так, еще одну карту достану, потому что тут такие карты интересные. И восьмерка кубков. Видите, вот всегда после вот конца идет что-то хорошее. восьмерка кубков это эмоциональное выгорание, когда нет уже сил что-то выносить, когда эмоции очень сильно напрягают, и человек решает идти к чему-то лучшему, светлому, к своим желаниям. Обратите внимание, к какому светлому. Это движение к лучшему. Это когда, может быть, кто-то решит, я не знаю, жить отдельно, стать свободным, уйти, вот опять же, от деструктивных отношений, уйти с плохой работой в эмоциональном плане, связанная, связанная с плохим эмоциональным планом. Когда движение к лучшему, когда уже человек решается, все, хватит, надоело мне это все, я иду дальше, иду к лучшему. Вот так вот, движение к лучшему в любом случае. И еще одна колода для наших близнецов на сентябрь месяц. Я всегда делаю паузу, потому что он что-то не оговорится. Ой, полетела башня. Ну, конечно же, башня может означать удар, шок, пробуждение от чего-то, когда вы вдруг проснулись, вот, может быть, вот тут вы проснулись и решили поменять жизнь. проснулись, идете дальше, освобождение от чего-то может быть, ну, и, конечно же, может быть потрясение, разрушение, как и в прямом, так и в переносном смысле, ну, и неожиданные изменения. Ну, когда что-то заканчивается и вы решаетесь на что-то другое, то тут логически могут быть какие-то неожиданные изменения. Посмотрим, что дальше после башни, да, мусенька? Гуся, животик мне показывает. Так, после башни, что близнецы, что такое тут у нас, у вас, вернее, происходит? Начало, глупец, новый период жизни, что-то новое, неожиданный, даже может быть, сюрприз какой-то. знаете, что-то новое может появиться, новый жизненный этап. Видите, что-то уходит, разрушается, освобождается и начинается новый жизненный этап. Время перемен. Вот еще что означает эта карта. Она говорит о том, что даже если вы попадете в ситуацию какую-то сложную, то вы возьмете себя в руки и вы с нее, так сказать, выйдете с гордо поднятой головой. Что-то новое, спонтанное, что-то, может быть, вы решите сделать вот спонтанно, по-другому. Ну и, конечно же, риск, энтузиазм тоже тут присутствует. В общем, это новый этап жизни. Новость, может быть, какая-то, кстати, по этой карте. сюрприз. Это может касаться деток. Вот этот и сюрприз, и вообще перемены тоже может что-то касаться деток ваших. Еще аркан для наших близнецов на сентябрь. Отшельник. У вас прям старший аркан за старшим арканом. Отшельник. Не время действовать, знаете, вот так вот резко что-то переделывать. Нужно, может быть, кому-то из вас побыть наедине с собой. Подумать о жизни. Подумать о чем-то вот таком, знаете, серьезном жизненном. Поискать ответ, если нужно. Обязательно вы его найдете. Слушайте свое сердце. Отдохните. Побудьте наедине с собой. Такое, знаете, уединение. Разумный совет от самого себя. Не форсируйте события. Потихонечку, потихонечку. И еще аркан для наших близнецов. Ну и вот мы видим шестерочка пупков. Это может быть и какое-то приятное свидание, подарок, такой, знаете, скромный, но приятный. возможно какая-то носталье, поездка в тем местам, где вы выросли, встречи с какими-то давними друзьями не могут появиться. Даже могут возобновляться ваши бывшие по этой карте появляться. И даже могут возобновляться с ними отношения. Может быть, я уже говорила, поездка в родной дом куда-то, к родителям или где вы выросли. Какие-то посиделки за столом с родными. Уют, теплота, возрождение любви, как я уже говорила, возможно. И, может быть, вам вернут даже долг, о котором вы уже не мечтали. Или вы в доме найдете, что часто тоже бывало, то, что уже было давно потеряно. Вы уже думали, все, я это потерял, и тут, оказывается, вы это в доме находите. Бусенька, ну ты ж тут не одна. Так, смотрим, что у нас тут выходит. А то тут же вот эти хвостатые мешают иногда, да? И еще аркан, совет из Тароангелов для наших близнецов на сентябрь месяц. Полода Тароангелов. Совет для наших близнецов. Общий совет для наших близнецов. Ой, у меня колода перекрутилась почему-то. Буся, ты сейчас завалишься. Ладно, я верну потом. Так. Близнецы на сентябрь. Ну, замечательный аркан влюбленные. Старший аркан, кстати, тоже. У вас очень много старших арканов. Конечно же, это возможны какие-то вот любовь, отношения, интимные отношения, партнерство. если нужно будет принимать решения, обязательно слушайте свое сердце и обязательно тщательно взвешивайте свои действия и решения. Ну, и хорошее здоровье. Ну, замечательно, я считаю. Так, что мы тут видим? У нас тут старших арканов два, три, четыре, пять, шесть. Думаю, все будет хорошо, близнецы. Совсем вы справитесь. Главное, слушайте себя, не торопитесь по отшельнику, принимайте решения, отдыхайте, где нужно, и не бойтесь менять свою жизнь к лучшему. вот такой получился расклад для наших близнецов на сентябрь месяц. Спасибо вам за ваши лайки, комментарии и за подписку. Благодарю. До встречи на моем канале. Аминь.